Всем огромнейший привет и на этой стороне понтера лучшего нубаса чем Айс не сыщешь, с вами снова Айс, и мы продолжаем прохождение игры, которая называется Ведьмак 3 Дикая Охота, ну можно сказать об этой великолепнейшей игре, достаточно много можно на самом деле. Кого я вижу, сам Белый Волх посетил мои скромные чертами, чем могу служить? Эээ, это банкир какой-то видел, как идут дела? О-о-о, вам правда интересно? Других вопросов в голову не приходит? Это все равно, что спрашивать рыбака о клеве или старую бабку как здоровье? Чревый обвещатель, смотрите, губы не шевели за голову, если знать как. А что это такое? Мы его знаем? Откуда мы его знаем? Я подписал контракт на доставку древесины и железа из ковера на гарантированных условиях, так что получил на этом семикратную прибыль. Неплохо. Так только кажется, если вычесть подушный налог на нелюдей, церковные подачи, военный налог и текущие расходы, то остается мелочь. С дюжина сурдуков, не более. Эм, я хочу обнять валюту. У меня есть немного денег, я хотел бы обменять их на кроны. Вы попали по правильному адресу. У нас самый выгодный курс в городе. А что есть обменять? Новый предмет 2000 крон. А, то есть у меня было там что-то еще, видимо. Какая-то валюта, может быть, нельфгардцев или риддания. Рогвинт давай сыграй вместе. Рогвинт. Так вот, нам подсказали, что чтобы получить перья чудовищ, нужно просто разобрать перья гарпии. Ну, и в принципе, много разных ингредиентов получаются с помощью разборов предметов. Мы как бы об этом сами знали до этого, но нам потому что давно об этом уже говорили. Ну, я же постоянно вечно все забываю, так что спасибо за напоминание. Будем стараться проверять. Ну, и постараемся использовать в боях какие-нибудь новые интересные бомбы, новые знаки и так далее. Не то, что новые знаки, а... В общем, вы поняли. Я имею ввиду. Так, кто бы из этих... Это... Давайте это поменяем. Окей, Ру тоже можно поменять. Отличненький, карты заехала. Отлично, хилерша заехала. Это очень круто. Так, там кажется, по струбной с КТЛ, карту что ли, брать в начале хода или что? Не очень я понял юмора, честно говоря. Что нафармилась... Ненавижу! Ненавижу! Да получай. где моя чучело не учила научила я еще и хожу ну предположим так но предположим так ничего себе у него картишки ну предположим так но предположим ты выиграл поздравляю на самом деле все не очень хорошо дошкал все плохо да 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 вот из-за этого того что мороз я кажется использовал слишком рано это нужно брать какую-нибудь себе будет еще один мороз придет не все лишь ясное небо пришло противник спасавал сколько нам не хватает пути действует так чтобы тупо выиграть раунд после ты чисто теоретически мы должны то выигрывать потому что меня два ясного неба и у меня тут сколько 12 плюс 16 это 40 плюс удвоено это все будет 80 84 очка должно хватать чисто теоретически против с кого-то или этих вот а два ясных неба сто процентов нейтрализуют любые эффекты ливня и были один ливен уже использовал поэтому шанс что вы у колоде оказывает кажется еще два ливня как они окажутся в руке крайне не велик вот уже 16 48 умножаем на 2 и получаем изи вин давайте сделаем этого обеда ну мы понабрали себе достаточно неплохих карт поэтому как бы сделала наверно не так и сложно сейчас стало играть как было бы интересные карты есть примера маркиза сериальники она об этом не распространяется но у нее одна из лучших колод в городе играет она превосходно я знаю о чем говорю учтем хочу давайте в винты поиграем тупец я хотел бы тебе веси мира мы взяли а веси мир это кстати чай на не да это наш ашки давайте добавим его судов к сожалению это не лучшая карта из его колоды которая могла бы быть но как говорится она неплохо боится на безрыбье и рак рыба шалфи и розмарин будет горячо но это стриптиз я понял а когда это будет горячо я бы хотел посмотреть я бы желал увидеть сей шедевр пламени и льда мечи высший сорт покажи мне свои товары покажи мне свои то давайте продадим что-то ненужное оперный стыд продавать ты бы на кучу всего просто так кыш там серебряный мечта у них более хорошей продаем гнев да надо оставлять анафему нужно продать но разобрать до пробития доспеха до продавать все тут меч получше будет наверно нет вообще зерик гонит себя 100 лазурный гнев все за счет урона хочу делаем вот так этого убрать улучшение у ту серебряного меча гаси стоимость в уборе улучшений это вообще это вообще как это все законно нет жизнь какая-то продаем анафему оставляем себе кровавый меч а почему не починился трема чинить если починить так и теперь посмотрим что там с разобрать шнурок шкура шкура масло обрезки брюк шкур и сафир золотой слиток железная руда железная руда золотой слиток праг фиал железная руда хитиновый панцирь и вы панцирь возможно то что нам нужно и ряга пик когти гарпит туманника зуб чудовище сенсор чудовище нравится на кровь зуб на яд панцирь чудовище хитиновый панцирь цена 700 там денег будет нужно немерено чтобы все это сделать перед чудовище разобрать поехали 500 чудовища цигарпи поехали желудок королевской брюхе чудовище слюна уж столько можно всего блин намутить начудить себе что были год потом не разберешься тут не продавать трофей да нет дешевые поэтому наверное нет наверное нет всякие ингредиенты которые достаточно много можем а 17000 поэтому 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 наверное пока что не нужно нам это все хоть посмотрим еще в плане разобрать именно набрать нибудь на стойке стекло а давайте разберем десяток фиалов на стекло возможно и стекло понадобится мало ли они скачку разберем тоже думаю что вот так вот сделаем ищи ся руда 2 метровая руда ух его цена то в нее блин на то у него конечно дерево дерево разбирается в прах конце чудовище но можно сделать не знаю десять эссенса чудовище печень все грифона печень то еще панцир хитиновый панцирь блин я не знаю нужно мне это будет все или не нужно в чем проблема на мы разбирать это просто так как-то знаете не очень хочется давайте сделаем пока что так там в лавке возможно продадим кое-что не совсем нам нужно и то что не совсем нужно то то что у нас много мы можем сделать вот так не терять особо деньги да будь здоров а теперь зайдем в инвентарь посмотрим вернее в алхимию и посмотрим что нам нужно для чайки понятно для краснолюцкого спирта тоже понятно для этого тоже понятно так не грида нам нужно белая человека для всего нужна белая чай ушный северный ветер смораживает противника учеба нет давайте сделаем лучше на карте что же самое поехали танцующая звезда поехали он дракона лучшим поехали так то есть белый чайки не хватает здесь так так вот ты тресни так 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 хочу использовать наверно это сделать еще вот так ну что ж пойдем еще в бинт поиграем давайте сделаем быстрый слой достаточно геральта из ревью чем я не мясник пару лет назад один тип заплатил мне чтобы я сохранил для тебя книжку сказал что ты когда за ней придешь то это был он не представился но у книжки красная обложка это я помню я точно не продавал хорошо я поищу может тогда и остальное посмотришь ну давай посмотрим с удовольствием книжку к туристу красная обложка купаю все книги это не читали вроде так да а продать тебе что нибудь ненужное можно или не особо нужное так нифига ненужное не покупаю же хорошая да с другой стороны с другой стороны у нас деньги опять же есть фауна северных земель том 1 такой волк знают всякие вы не слыхал как они воют в ночи он не видел их следов на сегу по утру у кого не пробегал холодок по хребту при виде стая из пяти лет 20 волков вышедший на охоту в лесах люди считают их прекрасных зверей врагами не без причины ведь волки нападают на стадо домашних животных а в особенности холодные зимы и на лошадей но это благородные звери очень умные сильные независимые и именем занялся выиска лошадей простое искусство нарезать волю всадника коню завивать его доверие приучить повиновению лошади умные благородные животные поэтому обращаться с ним следует мягко но решительно и настойчиво мэр неоспоримый авторитет в этой области подчеркивает что при выиске лошади всадник должен постоянно искать ошибки в самой методике всякий раз когда обучение дает никаких результатов садник должен прежде всего искать препятствующие дрессировки ошибку соответственных действиях а затем анатомии лошади собственных простит действий лишь последнюю очередь ссылаться на нрав лошади как на препятствие ставшие от камнем приткновения наблюдение этого принципа выотвращает несправедливое наказание которое разрушает взаимопоним взаимопонимание между всадником и конем и не позволяет завоевать доверие животным трудно найти более трудолюбивое лучше организованное создание нежели эндриага муравьи пчелы и термиты не могут сравниться с ними в этом отношении эндриаги превосходят даже людей в том что касается предусмотрительность и усердия сущности род человеческий может извлечь немало пользы последовав их примером отказавшись от примитивных и устарелых социальных структур феодализма и сменив их на какую-нибудь форму паука коммунизма при паука коммунизме у каждой особи есть определенное место в обществе и она выполняет свою работу ради всеобщего блага чувствуют следующие общественные позиции рабочие воины королевы каждый ежедневным трудом выносит свой вклад в общее дело в зависимости от способностей получает из общественных фондов по своим потребностям обучие народов архипелага скеллиги обращают на себя внимание тот факт что убогие сведухаты прямо отъясняют чистотой и на домов обычно сложены сосновых бревен покрыты какой-то смолистой субстанцией которую должны отгонять всяческих насекомых и видимо отгоняет поскольку за все время пребывания на скеллиге я не видел в домах ни следов комаров или мошкары внутри дома довольно просторные внутри дома довольно просторные и чаще всего состоят из двух комнат первая дневная служит домочадцам в течение дня из нее ведут двери в спальню где стоит только простые деревянные кровати в которых наброшенные простые лины и кошмы больше напоминающие мешки чем постель посреди каждой дневной комнаты стоит большой круглый стол за которым все домочадцы могут сидеть только в течение дня обычно это происходит сразу после наступления сумерек когда приходит пора главного приема пищи ужин или вечерня носит признаки почти что ритуала в самом начале прежде чем все сядут за стол старший в роду отламывает кусок хлеба кладет его перед чем-то вроде домашнего лотаря который в каждом доме занимает место в углу так проявляется уважение к умершим предкам интересно что сразу же после окончания вечерние старший в роду забирает кусочек хлеба кладет его себе в жбан как я узнал когда жба наполняется его заливают заранее приготовленной водой и делают напиток вкусом похоже на пиво но гораздо слабее по окончании церемонии разделение трапези с духами вся семья садится за стол старшая женщина вносит дымящуюся миску которая которую ставят посередине в каждого есть своя ложка которую они по очереди от самого старшего до самого младшего погружают в еду едят же обычно кашу политую соусом к мясным или рыбным а мальчонки который против баринов стал а до чего бухнул писарь и покосился на грязную как у всех деревне рубаху янчо а я от ничего пожал плечами мальчик я вот тут живу так и убирайся в дом принял к не испугался на пороге и смотрит на бумагу а что за письмо спрашивает прочитая не будешь меня спрашивать на это писарь и больше гнева из только я ничего вроде как его и не слышит так ведь я читать не умею там вытворяешь писарь раздается голос барина который в карете сидел разговора не слышал ну и стало быть скучать начал этот щенок говорит что не умеет читать потому как не умеем сказал я ничего я сделал два шага в сторону кареты а грязя еще не между пальцев залилась на в доме то умеют спасил бы да где же им было научиться удивился паренек потому как ему казалось что уж такой важный барин все должен знать кто же деревне читать умеет допытывался барин а не кто писарь выснулся барин за окна кареты может мне сказать каким же образом не доносить оповещение своих же людей которые не чтить и они письма не умеют не знаю вашу милость спустился писарь и сделал шаг назад будто ждал чтобы они все таки выйдет из кареты его схватит сам он был не виноват но барин когда бывал не в духе любил на всякий случай его батагами наказать на ран цен сын гунестада гунестада слава жажда которой гнала его прочую из родимого дома далась ему слишком высокой ценой на ран цен никогда о не заботился но в этом мгновении одинокий в лодке выброшенный в самую середину большой воды словно засохший лист он почувствовал себя усталом он жаждал увидеть хутор где вырос посмотреть в глаза матери который рассказывал ему на ночь легенды о подвигах смельчаков теперь он сам стал один из них он был человеком о котором матери рассказывали своих своим детям сбылись его самые заветные мечты он должен был быть счастлив но он не был а если бы он знал сколько еще приключений страданий ждет его впереди никто не знает чтобы мы сделали знаем и наперед что будет верно только одно даже если бы на ран цен знал какие еще ужасные испытания готовила ему судьба он бы не отступил он был сыном великого гунестада и шел по тропе славы сходить который не стал бы никогда и ни за что вроде все или еще какие-то книги осталось новое задание старый знакомый были старого знакомого я бы тоже как бы этот посмотрел задание уже сыграем покажи мне свои товара покажи мне насчет товаров примени знаки товара у него есть какие товары у него таких товаров у него нет может быть красную книгу то на самом деле я еще не купил старый знакомый задание то появилось а поехали опять противники скота или поэтому меняем глу меняем злата нахивая к сожалению не так это вышло готовы я хотел бы ладно начнем пожалуй начнем пожалуй разговор мой путь ник запоздалый корчму войди присядь за стол и в гвинт сыграй пожалуй а в гвинт играй как не играл никто его тобой сразиться бы не мог да 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 ладно у меня куча отрядов вот этих поэтому давайте такси ой да нет проблем я ставлю сюда еще одну смотрите оба как вам такой поворот а пускал то иль да еще один ну ладно но я еще стою ухты ешки какие мы злобные мать их ну на дальше что не ожидал поехали дальше не нужно чучело или не чучело мелучила гранта пока по маленькой играем пока по чуть-чуть пока по чуть-чуть вызву тут называется ой триджет пятнадцать серьезно да я не сдамся и опера и сты хорошо единственное что я могу сделать теперь я или проиграл или не проиграл десятка ищет юксель макси нет моего хода сдаюсь шестерочка это 20 и это 20 а карточку меня тут 15 15 дашь дай мне карточку с 15 до 7 пожалуйста элементарь огня как-то похоже очень на еще одну на еще одну и бушет или баллисты но нет дим это чудовище какие-то на элементарь огня да это чудовище это за ним гард можно поиграть на веселые приключения мюрия или прекрасный мерзавки потешными гравюрами снабжен давайте почитаем я как я не против я наоборот только за почитать даже интерес подожди только нужно найти вот так вот некоторые не читал должны подсвечивать дальнейш я все не читал что ли получу блин а к а вот она веселые приключения мюриэль прекрасные мерзавки случилось как то что мюриэль отправилась сам друг с няней сам друг с няней путешествие четки в марибор дорога им выпала через пущу а в те времена лиса были полны негодяев на на чаще может быть пущу так пущу особенно дурной славы воспользовалась банда флина шелема с которым никак не могли справиться люди короля по воле злого рока разбойники напали на карету мюриэль няня была старая слепая и глухая ее не разбудил ни грохот упавшего на тракт дерева ни шум схватки разбойников с солдатами когда же сам флин распахнул двери кареты своим мускулистыми руками мюриэль поняла что может рассчитывать только на саму себя только будь вежливой милочка выматала сквозь сон старая няня но ее пожелание не суждено было сбиться пожелание не суждено было сбиться а сбыться что такая она вообще кто это вообще такие а почему у тебя такие большие глаза бабушка рогой спросила девочка ой ой ответил василиск бабушка почему ты говоришь ой ой с удивлением спросила девочка василиск не ответила вместо этого схватил любопытную девочку в зубатую свою пласть и проглотил ее к счастью по этим местам выходил ведьмак по имени эскель искавший ригера весьма был ведьмак сведущ и знал что василиски вращают людей в камень только в сказках и опасаться идут не взгляды их ноги дают слюны эксель заметил что чудовище недавно пообедал и во мновение ока бросился на василиска с порой ему брюхо своим серебряным мечом в раскрывшейся утробе василиска ведьмак увидел полупереваренную глупую маленькую девочку естественно не живую голем или вернейший слуга человека вопреки тому что повсюду говорят первую голему сотворил немогущественные чуродей не мифийский знающий а простой краснолюд из марибора по имени бонавентура сеста кирпичник по профессии случилось это сто лет назад когда в мариборе усилилось гонение на нелюдей эльфов и краснолюдов обвиняли в том что они привели в город заразу хотя позже оказалось то в эпидении виновен был человек некий мачка поваренок в трактире зеленая гусыня поваренок и мачка занимался как приготовлением завтраков так и чисткой сортиров а руки мыл раз в месяц да и то не слишком тщательно все остальное как говорят уже истории последователям а нет преследования же не людей сначала ограничились грабежем улавок поджогами и избиениями однако позже при полном бездействии городского стражи все переродились все переродилось кровавый погром за три дня и за три ночи через ней было убито примерно 300 эльфов и краснолюдов в том числе и вся семья упомянутого бэвентуры сеста обезуевший от горя и жажды мести кирпичник вылепил из длины гуманоида вышиной в 10 стоп а затем выразил на нем имена погибших нелюдей и многочисленные краснолюдские проклятия когда он закончил то перерезал себе горло а забрызганная кровью гигантская кукла ожила и вышла в город бэвентуры слегка отомстил своим учителям его созданию успел убить почти пять сотен человек у чая городского голову и почти весь городской совет прежде чем солдаты гарнизона смогли развалить его при помощи баллисты дальнейшее расследование окон клава показала что бэвентуры обладал скрытыми магическими способностями хотя он никогда не упражнялся в магии сила эмоций охвативших его перед смертью высвободила его скрытые силы и воплотил их в новое заклинание благодаря малочисленных исследований и усовершенствованиям теперь можно оживить голема не жертвуя что-либо жизни и големы охраняют лаборатории библиотеки и дворцы по всему континенту гули и али гули та книжка которую хотела или не хотела читать цири в видении ведьмака о происхождении гули имеется множество гипотез некоторые следа не утверждают будто творите произошли от негодяев распробовавших человеческую плоть и навлекших на себя столь чудовищным деянием гнев богов боги покорали света татцев отнят у них душу разум и сам человеческий облик тем не менее мои исследования показали что анатомия гули имеет слишком мало общих черт с человеческой чтобы данная теория могла претендовать на истину да внешняя схожность размеров и форм гули и людей следствие чистой случайности и так гули как их мерзкие собратья аль гули появились следствие сопряжения иными словами эти твари вторлись в нашу вселенную в результате катастрофы нарушившись закон природы я привожу более подробные сведения в сопряжении приложения 7b2 и отсылаю любопытного читателя к соответствующему разделу твари тукайского нагурия мужики земляничество пригорка говорят что бесы рождаются из-за черной магии известно нас тоже случается и так что зачарованный колдунь и медведь спариться с дикой свиньей а родившийся потом подсвинок будет потом не кабан не медвежонок зато будут у него зачатки беса задатки обычно такие подсвинки вздыхают с голоду но иногда находят их колдуньи и отпаривают ведьминым молоком набирают они силу а в скорости молока перестает им хватать бесы начинают охотиться и убивать жертвы с виропостью кабана и силы медведя однако же всегда остаются они преданными своим мамкам или же ведьмам охраняют они колдуньи от опасности приходят по первому их зову и служат им подмогой во всех делах подземный мир ночевали мы в пещере такой огромной что свет факела не освещал свода большую часть но большую часть ночи был слышен только шум воды утекла где-то за стеной однако через некоторое время трудно понять сколько прошло времени потому что мы перестали замечать когда день менялся ночью услышали мы сперва вроде бы шорох а потом стук передвигаемых камней шорох перешел в грохот но к тому времени мы давно уже были на ногах и бежали в сторону туннеля который привел нас в пещеру и вовремя как оказалось потому что в гроте открылся новый проход из которого в пещеру выплеснулась орда для маленьких уродливых человечков не прерывая бега я оглянулся через плечо и заметил в толпе карлов корявый силуэт черного тролля так началась наша гонка за жизнь некрономика каждый кто судит что человек появился на свете пустом и таковым принял его во владение есть такой же глупец как и тот кто смелился утверждать будто после человека мир проглотит пустота прежде чем нога человека ступила в этот мир его насилили существа происходящие люди разумом силы и всеми прочими умениями существа которых я упоминаю не исчезли сейчас как не исчезнут они после того как человека не останется ни малейшей пылинки и никакой субстанции все могущественные создания не населяют пространство которое способен постичь людской разум для нет для них нет известных нам измерений а места где они обитают можно назвать пространством между мирами иногда можно почувствовать их присутствие по тяжеродному запаху или по странному беспокойству которое сопрождает их появление ветер одновременно дующий в разных направлениях также может быть свидетельством их присутствия существуют соображения относительно внешнего вида этих существ но у них нет ничего общего с действительностью ибо человек не способен описать вещи которые не видел даже в самых страшных своих кошмарах самое мерзкое в этих существах что именно их неопределенность и отсутствие формы но ошибся бы каждый кто подобом что существо без формы и существо безредное сила которой они располагают способна валить самые древние леса разрушать города и возмущать моря сегодня человек овладел миром но лишь на краткое время а они терпеливо ждут и вот-вот подымет голову чтобы вскоре вернуться к давней славе это столь же верно как то что после ночи сюда проходит заря чтобы вскоре вновь раствориться во мраке так я все книги прочитал что за квестовая книга там была вот это я не понимаю что она не удалата новая статья в бестиарии новая статья в бестиарии давайте посмотрим что там в бестиарии появилось так секунду персонажи красноледы были банкиры мы еще в те времена когда легендарный король тимирии дезмонд пешком под стол ходил тех пор банки таких семей как джан карди вивальди или чан файнели чан на фээ чан фанели разрослись их отделения открылись во многих крупных городах севера вим вивальди был одним из наследников этой традиции уважаемый банкир краснолет управлял крупнейшего новейграде банком мы с геральдом познакомились с ним уже много лет назад и всегда ценили его как честного добросовестного финансиста и даже в те трудные для нелюдей времена когда происходили описываемые нами события его банк оставался прибыльным при приятии товар энгберхарт нелюгардец товар эгг эггеберхарт происходил из семьи с давним воинскими традициями его предки с гордостью несли службу под стегами золотого солнца завоевывали мехт геса и метину сражались и умирали за императора кузен товара полковник тибур эггерберхарт спал в битве при бренне и прошлую северную войну несмотря на это товар не испытывал ненависти к северянам ибо считал смерть неизменной спутницы всех воин он с усердием исполнял в лагере обязанности квартемистера и считал благо своих солдат наивысшей ценностью так глава глаз мы читали про глава глаз длинный тролль уху ха ха злая зимушка зима снегом сыплет уши щиплет гонит троллей на поля народная песня северного каэдвена подходы к снежным вершинам всегда сопряжены с опасностями можно подскользнуться и упасть в пропасть попасть под лавину или наткнуться на льдяных троллей в отличие от живущих ниже скальных троллей тролли ледяные живущие среди вечной мерзлоты человек едет только вкусное мясо живя на недоступных склонах ледяные тролли слишком редко встречались с людьми чтобы владеть общей речью согласно другой гипотезе на них повлиял климат господствующий на вершинах гор в этом краю вечной зимы выжить настолько трудно что нет места жалости и понимания как будто не было ледяные тролли отличаются от своих скальных родичей большей жестокостью они они хотя они и применяют в бою похожую тактику то есть метают тяжелые камни а в ближнем бою мастерски используют свои огромные кулаки эти тролли сильнее выносливее а значит опаснее как и у скальных троллей спина покрыта толстым панцирем который защищает от ударов сзади а большой вес делает тролли нечувствительными к знаку арда и наконец ни в коем случае нельзя нападать на ледяных троллей в буран где создания черпают силы из окружающего холода и начинают биться с увеличенной скажи загадку только простую а если нет бум по башке скальный тролль из пещеры на острове умерек а если высоко в горах выйти движущиеся камни не трите глаза беритесь за меч скорее всего перед вами скальный тролль правда не каждая встреча с этим чудовищем заканчиваются дракой тролли не слишком сообразительны однако разумны все таки стоит приготовиться к худшему иначе можно угодить в суп тролли используют огонь и простые орудия труда часть из них овладела даже основной общей речи хотя лингвистические детали вроде склонений и спряжение даются им с трудом они питают слабость загадкам рифмам и всякого рода словесным играм но при наличии кавля ловкости капля ловкости можно употребить себе на пользу если же дело дойдет до драки нужно остерегаться камней которые тролли мечут с огромной силой и удивительной точностью а также могучих тяжелых кулаков ударом которых они могут легко сорвать самый твердый предмет даже лапный нагрудник или кирасу поскольку их хребет покрыт толстым слоем скальных наростов удары наносимые сзади не приноченят им никакого вреда с троллями следует сражаться лицом к лицу лучше всего с помощью меча покрытого свежеприготовленным маслом от огров так это про это мы читали про сельваны и про черты мы читали ну что ж идем дальше как-то мы прям сегодня настоящая настоящая книжная серия получается это конечно не те книжные серии когда я только лишь пару томов с какими читал за час но все-таки да кстати нужно когда-нибудь все-таки пройти до конца скорее но я думаю что я прохожу это будет тысячи серий поэтому когда-нибудь когда-нибудь может быть давайте сохраним лишь бы платили рахали и не били платье какая разница все дороги ведут в пассифуару ну здорово поиграем в картишке интересно ты играешь в грим конечно только на высокие ставки разумеется в сущности без риска эта игра была бы чудовищно скучна ну давай сыграем хочешь сыграть партию да пожалуй если ты проиграешь то я беру все твое заведение на сутки себе в эксплуатацию согласна отлично противник ходит первым но то что мне это то что мне было у елушки оформить то можем оформить то отменяем вот это что еще раз первый раунд первый раунд это чисто фарм карта чисто фарм просто фармин первый раунд остальное него то есть проиграем мы его не проиграем это никакого значения не имеет ах ты казадоев у него самого куча таких карт получилось смотрите досадно однако да 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 сейчас тебе еще одну такую карту поставим забирай на здоровье противник спасал а значит что мы сделаем после этого оба ой бедняжки ой 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 а потом оба что такое развитие событий не ожидали блин а ты поехали еще а потом еще утром ой 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 шо ж ты чусти гад творишь ты сам ой и ливень юзы какой злобный злобный тип но если так ну ладно а если мы если мы если мы вот так а если мы в конце концов вот так подливить и себя ставить как 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 ум надо как уму ну а если вы потом вот так вымыли у него казнь это очень хорошо после этого можно тупо познать как сделать даже да почему бы нет вот так и восстанавливаем веси мира ну давай побеждай нас 37 да я спасу и просто смотрите я сейчас просто тупо спасу 42 у него карт не остается я все равно выигрываю красота оба вот это была победа вот это был ну ладно зашли просто после зашли карты не понимаю как это можно проиграть тогда вообще фламину проявляла старушка старушка она ты еще на редкие карты тебе короче она ватаре коллекция си герой вина ты просто обязан с ним я сыграю обязательно спасибо спасибо старушка мурван ворхиз дать посмотрим что это за мурван ворхиз так может быть это лидер хотя вряд ли да да там пульс то ты их должны мурван кто-то там другой так а металлеры можно посмотреть какие-нибудь франциско филбар еще еще две карты что ли получил я получил две карты сразу что ли получается нужны ваше вино мне нужна наливка у вас хрен есть оливки иди нафиг бывай давай училки какие-то карты не очень понял вообще таких колод я их получил ливана что ли вот это редкая карта вы хотите сказывать мильвгард можно играть на самом деле вполне вообще вообще легко можно уже за него играть мне кажется колоду вполне собрано из-за чего можно играть будет страна из посмотри вот или наверно у меня самая слабая из всех колод это не страшно или мере пока посмотрим что у нас за задание есть легит и какой скин леги погодите скин леги еще как скин леги недалеко ну хотя может быть не так и далеко в следующей серии мы будем выполнять вот это задание скорее всего а сейчас сейчас мы пойдем несколько вопросиков заберем ой вопросиков две оставшиеся доски объявления которые есть в новикраде да пойдем и заберем тоже кто то есть из торговцы я понимаю тут вот пройти не надо что не могу подходи и не стесняйся за погляд денег не беру а поглядеть есть на что перед тобой коллекция мага аэрамоса такой случай выпадает раз в жизни а что за коллекция как ты забыл эту коллекцию ни разу не слыхала чародей который по своей воле расстался бы со своими вещами аэрамоса никто не спрашивал его сожгли две недели назад странно что артефакты не сгорели вместе с ним охотники за колдуньями просто так позволили их продавать а чего бы нет это же самые обыкновенные вещи нужны разве что в коллекцию для тех кто понимает логично скажи об ней ну хорошо как я понимаю это не совсем обычные предметы люди говорят что каждый из этих вещей зачарованный ключ эти люди не говорят где замки для этих ключей к сожалению нет знаю я все подробности я сам этим это мы неплохо что заглянули туда а где жил аэрамос у него была роскошная резиденция на юге оксимфурта ну а сейчас она в развалинах маг очень дорого продал свою шкуру покажи мне свои товары так забавные приключения добродетельные веки только ящерица статуэтка стужина вино из 100 цента полном логических ритуалов что это все возьму остальное можно еще эликсир очищения взять на всякий случай но это если нужно я в любой случае возьму это легко пеные седельные сумки объем седельных сумок 70 а у нас сколько у нас такие нужно спасибо давай сыграем в гвинт на пятерочку предлагаю сменить тему да давайте я сыграю за ниль в гору просто ради интереса поехали так недостаточно карта триадов чего а тебе нужно что-нибудь и по этого добавить ну давай добавлю пожалуйста что там с эмгэром то интересно интересно если я человек покончится в свою жизнь а тем не интересует они тебе сказали ливень карты из руки противника три случайные карты из руки противника бред какая будет ливень поехали ё-моё чё отряды вам нужны я не хочу играть за ниль в град поехали вот так потом как-нибудь когда больше карт соберем тогда поиграем за ниль в град кажется не хочется этого делать давайте сменим вот эту карту в ямку тоже сменим глядишь что прикольное придет начинаем естественно с фарма всегда всегда жалко чучело не пришло хотел бы чучело получить честно вам скажу чучело получить бы я хотел ну ладно в 7 раз ставить чтобы шестерочка так было сейчас поставим с этого можно пасовать мне кажется че еберный стоит нифига себе он себе карт на фармил блин жечь какая то с другой стороны половину этих карт не потратил на фармил все не так и плохо все не так уж и плохо так уж и плохо еще фарм еще фарм гадко ладно давайте сделаем тогда так себе тоже фармил чуть-чуть блин жалко что проигрывать нельзя если можно было проигрывать в этом именно бою в этом раунде я так сказал я тут карт себе на фармил невидимое количество абсолютно потом просто тупо сдался бы а скотина тоже фармит карты правильно надо было это убирать вот хотя неважно наверное активник спасал ну что нам делать нам нужно делать вот так вот и потом потом делать сделать сделать если морозом ударю остается десятка так у нас 18 десяточка будет нам десяточка просто если я ударю морозом золотая карта все равно не уменьшится то есть я потрачу две карты так и потратил одну карту всего лишь на все карт куча только толку мало что карт куча потому что ясного неба нету ясного неба все будет фигула стоит ли мне брать карту эту да я думаю что да таким вот макаром мы формим себе формим интересная комбинация да и ясное небо пришло отлично отлично просто великолепно пришло ясное небо это просто замечательно я думаю что я выиграю в этом бою но говорит ничего не буду потому что у меня есть боевой урок который увеличит в два раза силу вот этого ряда и соответственно силу заднего ряда мы увеличим с помощью нашей способности а козляк 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 это кстати умный тоже пипец сложный 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 противник ничего не скажешь и 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 перепуг сильно у меня уж очень будет задний ряд сильный очень сильный и заднему ряд будет абсолютно непобедим 32 на 2 еще главное чтобы он не заюзал о скотина то какая главное чтобы он не заюзал ливень в последний момент цена заюзает в последний момент конечно будет полной жести но в этом раунде у нас у обоих столько будет гоночков чтоб просто жесть так давайте увеличим силу а и нас было тут увеличить потому что золотая карта не увеличивают силу то ёшкин им командирский жесть вот это вот это превратилось противостояния туда реально жесть реальная жизнь она есть а почему я не могу использовать да ладно да ладно я что и пользовал силу что ли свою я я не знал силу я проиграл я тупо не знал это я думал что я могу использовать свою силу видимо ее создали с помощью магии приветствую еще раз вот несу я так интересует тебя памятные вещицы оставшиеся от мага арамаса они еще интересует интересует предлагаю сменить тему давай сыграем парт видимо его способность лидера блокирует мою способность лидера я понимаю лишь что мороз один меня чучело оставляем всех остальных оставляем нормально первый раунд это чисто фармлев фарм король чтобы поменял своего лидера что лидера что лидер или что я сделал вообще в принципе сделал я не понимаю дурдом абсолютный дурдом просто абсолютнейший дурдом а не могу эту карту забрать все него чучело из-за вы шутите что ли колода такая же как у меня только я не могу своего лидера не использовать что за фигня да держите то поехали пас и пас и с тобой ну карты точно не копируют мои я не могу использовать лидер свою чё за ерунда то вообще непонятно о казнь пришла казнь хорошо казнь это очень хорошо казнь это очень хорошо сказал дико хорошо чарли на что такое она тебе вот так я не то заюзал я не ту заюзал я хотел мороз заюз я хотел заюзать карту мороза всего лишь навсего я не хотел юзать карту чего поняли поняли всю папа боль то что сейчас произошло все тут побольше что сейчас случилось почему то вдруг ну капучу на само собой произошло игровой хрен с тобой сука ну это бред я просто потратил казнь на своего типа я не хотел ее использовать я хотел использовать холод пиотизм ладно сейчас что нибудь будем другое тогда пробовать что же еще нам остается вот ребушет баллист я буду баллист осадная башня фармить карты уже толку нет смысла нет просто используем все все наши карты которые у нас есть а там одни десятки остались ну серьезно вы шутите наверно нет и почему опять же моя способность лидера заблокирована и там одни десятки да ладно как же мне это побеждать это жесть это жесть я не знаю как это побеждать в принципе просто не знаю давайте посмотрим что за задание нам дали во первых ухты у меня полис новое задание на который мы можем сделать а мы их сделаем их обязательно сделаем но уже в следующей серии а пока давайте еще раз попробуем обыграть этого купца в гвинт потому что конечно держи мне свои товары а что там у тебя за товар это я же все купил я что-то не купил мусор мусор давай я куплю не знаю что еще у тебя купить все остальное это мне не нужно нам главное обыграть его в карты и получить какую-нибудь классную карту вот у тебя лидера своего сменил точно выставал баллиста да нет не менял я его лидера ну мусор за мильфгард за мильфгард вот набрать добрать отряды за мильфгард у меня карты не хватит для которых я хочу до лидер заблокировали умение вашего лидера я делаю первый ход но это честно абсолютным образом вообще никак это абсолютно нечестная система такая система которая непонятна это очень-очень имбовое умение понимаете и опять же у него постоянно есть карты которые контролят мои карты и ничего сделать не могу просто ничего не могу сделать вот и все они тупо контрит майка ну вот пожалуйста да я сказал не тупо контрит мои карты него постоянно есть что-то что контрит майка постоянно ну давай так десятки прошли ну ладно ладно я сдаюсь первый раунд за тобой первый раунд за тобой он еще и фармит скотина причем не стал этого гада потому что я было чучело но это читерский какой-то соперник абсолютно и кажется это абсолютно читерский соперник просто просто мега читерский ладно делаем так а он news все я ступил я ступил это проигрыш абсолютный проигрыш если не экспресса вам давать тоже спасу и что или 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 давайте спасу я думал чучело выбрать карту цену потом понял что не смогло на же золотая золотую карту и убрать все равно не смогу так что неважно и усилениями тоже в принципе абсолютно не нужно потому что она не усиляет золотые карты как-то так и опять проиграл очевидно место что могу сейчас бы на меня спасти ты сумер было бы например в казнь казнь у меня не зашла казнь у меня не зашла как-то так ну а при ничьи а который не может быть опять же я не знаю что тут делать я не знаю кого побеждать может быть за эту колоду мне говорили что она очень сложно покажи мне это очень сложная колода для медленно не товар я хочу твои смотрите давайте сыграем еще раз давать еще одну попытку но и если сменим выграем нет на этом закончимся лишь серия такая лицом достаточно долго опять я делаю первый ход я ненавижу 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 чтобы делать первых вот так тесно начинаем опять с фарма я хотел чтобы нам чучело выпало конечно у него постоянно это карта просто если мы постоянно и скалы вот ты что делали тупо у него постоянно есть давайте так ну предположим так сейчас он будет пасовать просто очевидно у него три карты которые фармят карты выходит еще четвертая карта которая фармит карты и еще но это зачем то сказать конечно он поставил это глупость несусветная то есть видимо хочет первый раунд все-таки выиграть потому что фармил кучу карт молодец самую опасную одну из самых опасных карт которые были у него в колоде я по крайней мере уничтожил это уже плюс хоть какой-то фармим себе тоже какие-то карты хотят как-то у него чучело есть у него все есть да ладно что ставим пьянку десяточки пошли побежали десяточки чем фармить того не спешит видеть он понимает что у меня тоже может быть чучело и он не ставит эту карту ну ладно а такого не ожидал на тебе оба оба пошла еще десяточку я тоже десяточку держи вот он пошел фарм а у нас тот же чучело то есть не переживай от них спасал это идиотизм если я поставлю его у нас будет равенство скорее всего из-за того что у нас будет ничья по этим я проиграю я придется стоять или делать что-то еще 1 выигрываем хорошо пусть будет пусть будет так ставим сразу карту будет не самая удачная для нас с другой стороны не самая плохая делаем двойную комбинацию опять же опять же двойную комбинацию усиляет сколько хочешь вот сколько хочешь их усилять сколько усиляет я мороз буду последний удержать здесь у него ливня нет я не видел у него ливень ни разу а если у него ливня нет то до свидания этой ты у него сегодня аромат это россии и у него скорее всего Карточку мне какую-нибудь редкую свою Давай Победа Все таки если долго мучиться То можно и победить Какие-то свои ошибки Ну это явно карта чудовища Прям 100% Спасибо всем кто смотрел Ждите новых серий С вами была я со всем пока